Лавочки просто были подвинуты и стояли на тактильных путях. Было сделано замечание, вот сейчас лавочки стоят и не мешают моему движению. Вообще Сергей Гринь работает в художественном музее. Сейчас он выступает в качестве эксперта практика, определяет степень пригодности тактильной плитки. Несколько дней назад вместе с сотрудниками администрации он проверил и ее качество, и подъемных устройств в переходах. Некоторые недостатки устранили сразу, но не все. Пандусы, лифты в переходах, говорящие светофоры. Эти новшества в Сочи появились накануне Паралимпиады. Сейчас город готовится к всемирным играм среди ампутантов и колясочников. Как выяснилось, многие устройства для облегчения перемещения инвалидов пришли в негодность. Постоянный контроль за ситуацией. Этого требует глава города и от управления социальной политики, и от районных администраций. Вы должны были давным-давно заняться, и ваше управление, которое ответственно за это, должно было давным-давно промониторить и давным-давно потребовать от глав районов восстановления этой тактильной плитки. Я еще раз говорю, они живут каждый день, приезжают в гости к нам каждый день. И поэтому не тогда, когда глава города поставит, вообще должны были давно. То, что давно сделать не удалось, делается сейчас. И речь идет о доступности среды не только в гостевой зоне Сочи. Идет закупка тактильной плитки и ее восстановление. Управление социальной политики, сотрудники социальной сферы, естественно, вместе с общественными организациями людей с инвалидностью проведут повторный мониторинг. Перед художественным музеем плитку уже перекладывают. В некоторых местах она изначально была установлена неправильно, а на других участках разрушилась. Только в центральном районе за несколько дней предстоит обновить 500 квадратных метров тактильной плитки. Это 2000 штук. В ближайшую пятницу глава Сочи намерен проверить не только, сделано ли это, но и то, насколько качественно провели работу. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.